Следующий за этим слой сооружений, по всей видимости, мы можем отнести к периоду середины 15 века. Никаких более точных датировок, к сожалению, у нас нет. Мы его можем датировать только по массовому материалу, выявленному в толще слоя, связанного с остатками этих укреплений. На этой картинке вы можете видеть как раз стратеграфически, как располагалось в толще вала. Это слои, связанные с данным периодом укреплений. В том числе, может быть, здесь будет наглядно видно в одном из мест, что я имею в виду под прослеженными канавками от вдавленных бревен. Вот здесь, в северном борту, мы можем видеть одну из таких канавок, хорошо начитается. К сожалению, слой этого периода времени тоже не очень хорошо сохранился на всей поверхности площади. А укрепления, видимо, могли представлять из себя ряд поставленных друг с другом засыпанных грунтом городин. Мы можем говорить о каких-либо других пристройках и возможностях. У нас нет никакой возможности в связи с тем, что с этим слоем больше не связано никаких построек, ни слоев. А весь слой, связанный с этими укреплениями, представляет собой развал перемешанного грунта. По всей видимости, была построена деревянная стена из соединенных или стоящих непосредственно друг к другу городин, внутрь которых засыпался грунт, после разборки деревянного каркаса грунт развалился. И образовал тот слой, который нам удалось и зафиксировать. Скажу, что, по всей видимости, для строительства данных укреплений использовались брёвна длиной 3 и 4 сажения. Еще один слой укреплений 15 века, по всей видимости, уже относящийся ко второй половине 15 века. Опять же, у нас нет, мы не можем, скорее всего, нет, не так. Этот слой, относящийся ко второй половине 15 века, мы смогли тоже достаточно хорошо продатировать, хотя и не на основании, непосредственно в таких находке, как, например, монета. Но при раскопках этого слоя в нём была найдена, по всей видимости, находящаяся внутри этих укреплений корчаха, такой большой керамический сосуд, в котором находился клад из нескольких предметов вооружения. Это шпоры, стремена, а также часть топора и часть очень значительного по размеру черешкового ножа. И двух обычных ножей, судя по керамическому материалу, то есть по самой корчаге, и в первую очередь по находке в этом кладе шпор, удалось сказать, что по всей видимости мы имеем дело с периодом конца 3 или 4-й четверти 15 века. Поэтому мы можем более детально проследить и датировать поочерёдную смену укреплений на территории, раскопанную в ламу Торховского или Старотульского городища. По всей видимости, эти укрепления, скорее всего, они сохранились не полностью, может быть, или представляли из себя стену, очень похожую на ту, которую я описывал в самом начале. Находившуюся на данной территории в конце 14-го, начале 15-го веков. Это деревянная стена шириной немного меньше, приблизительно около двух оршин, то есть двух третей сажени, и при её строительстве использовались трёхсаженные брёвна. Возможно, по всей видимости, также она была двухчастой, внешняя часть, с внешней частью между двумя параллельными рядами брёвен засыпался грунт, а внутренняя часть использовалась в качестве хозяйственных помещений. И, наконец, самые последние укрепления, которые были выявлены на территории Старотульского городища, мы их можем датировать началом 16-го века. Материалы, найденные в них, очень похожи, практически идентичны тем материалам, которые были найдены при раскопках в Тульском Кремле и на территории Тульских посадов и относятся к самому раннему этапу заселения современного города Тулы, к периоду постройки Тульского Кремля. Данные материалы, археологические материалы, найденные в укреплениях, в самых поздних укреплениях Старотульского городища, полностью коррелируются с самыми ранними материалами из города Тулы. Это одно из подтверждений той гипотезы о возможном переносе города Тулы со старого места на новое. Итак, на этом рисунке вы видите прослеженные нами в стратеграфии остатки слоя, связанные с этими укреплениями, вернее, в основном остатки фундаментов этого строительства. фундаментом этих укреплений была каменная вымостка, остатки, которые вы видите здесь и на чертеже, и также на фотографиях, приведенных на этом же рисунке. Вот те самые материалы, те самые находки, которые были сделаны в остатках этих укреплений, в том числе и керамические материалы, которые совершенно идентичны самым ранним материалам из Тульского Кремля и Тульского посада, современного города Тулы. Исходя из того, что нами было прослежено, скажем так, две линии вымостки на валу этого городища, по всей видимости укрепления здесь были в этот период построены достаточно мощные и, возможно, представляли из себя вот такую достаточно сложную конструкцию, состоящую как бы так из двух параллельно идущих стен из бревен, скрепленных поперечными стенками, внутрь этой конструкции, внутрь этих стен засыпался грунт, засыпался ли он во все отделения образовавшихся вот этих вот городин, или только в некоторые из них сейчас сказать сложно. Мы можем констатировать только то, что после разбора этих укреплений образовалась, как вы видели, достаточно приличная насыпь грунта, не должен отметить, что она за последние 500 лет серьезно оплыла, но вполне возможно, что грунт засыпался только в камеры, скажем так, по периметру вот этого образовавшегося четырехугольника. Необходимо отметить, что при реконструкции этих сооружений, при строительстве этих сооружений, скорее всего, использовались бревна длиной три сожжения, две или четыре сожжения. Благодарю вас за внимание.